Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня снова закупка продуктов из магазина Лента. Получилась она у моего мужа достаточно большая, где-то примерно на 10 тысяч небольшим, но так получилось. Так что давайте я вам все покажу. Итак, вот такая закупка получается у моего мужа. Давайте начнем с бытовой химии. Так, здесь моя подруга, она все пересчитала, все проверила. Боночка, все по списку купили? Бон! Бона! Все купили? Устала? Устала, да? По списку купил папа все? Все купил папа? Ты проверила? Молодец! Так, значит здесь давайте туалетная бумага он купил, Зива вот такую. Дальше зубную пасту. Ну это просто видно на акцию какую-то, да? Две. У меня муж любит пасту колгать, ну я иногда тоже чищу. Детка у меня чистит зубки сплат. Вот такую он им взял. Ну нравится, ну я и той, и той чищу, а муж у меня колгать. Чистит ему что-то в последнее время сплат не нравится, поэтому все покупает колгать. Так, сахар здесь 5 килограмм. Я варю варенье сейчас из ягод, которые выросли у меня в огороде, поэтому мне сахар нужен. Варенье, компотики. Поэтому, да, почему я не замораживаю ягоды, потому что у меня с прошлого года еще осталась куча замороженных ягод. В прошлом году я заморозила абсолютно все. Поэтому, чтобы так для разнообразия разбавить, буду варить варенье. Ну или я хочу еще некоторые, может быть, перетертые с сахаром сделать. Так что сахар нужен. Дальше салфетки. Очень люблю вот эти лентоские салфетки. Классные, не высыхают. Вообще обожаю. Они у нас всегда должны быть. Станки он еще себе взял. Вот такие бритвенные. Но я их тоже у него иногда ворую. И вот такой дезодорант. Он, кстати, все время у меня такой себе берет. Давайте перейдем сюда. Много-много купил мяса. Нас народу много. Яйца отборные. Цен 0. Три десятка. Дальше мясо. Купила свинина. Укорок 209 рублей. Получается на кило 200. 267 рублей получилось. Очень такое прямо, можно сказать, одно мясо. Индейка. Это филе грудки. Получается 734 грамма на 286 рублей. Дальше здесь кусочек говядины. Купил небольшой. Говядина – это забедренная часть. По 581 рублю за килограмм. Он купил 650 грамм на 378 рублей. Здесь куриные ножки и окорочка, да, правильно сказать. И две куриные грудки на косточки. Косточку я на суп, а, соответственно, грудку чаще всего такие, ну, а-ля домашние наггерсы в панировочных сухарях делаю. Дальше здесь, что фарш домашний получается на полтора килограмма. 502 рубля. Я обычно делю на две части. Мне хватает котлетки или что-нибудь какие-нибудь. Запеканочки делаю отлично. И здесь он у меня купил свиное рагу. Это свиные ребрышки. Он у меня собирается их закоптить. Коптильник, который у нас на улице, на почти полтора килограмма, кило 480 на 517 рублей. Так что у нас будут вот такие копченые ребрышки. Я думаю, мы так поедим. И, может быть, каким-нибудь, знаете, на тушеную картошечку очень вкусно будет. Ну, что-то такое. Так, здесь снова купил вот такую селедочку, потрошенную, кило 300. Здесь получается раз, два, три, четыре вроде бы штучки. Вот. И еще рыбку он взял, форель радужную, по 388 рублей на полтора килограмма. 595 рублей. Здесь, получается, у меня две штучки. Тоже их разделю на два раза. Я ее либо жарю, ну, соответственно, голова и хвост на супчик, либо запекаю. Можно и на гриле сделать на улице, да. Так, здесь молочка. Две упаковки молока он взял, потому что у меня сейчас младший сынок любит какао с молоком пить. В общем, взял ему такое молоко и мунельки. В этот раз вот такой вкус. Малина, морожка. Должно быть вкусно. Мне кажется, я уже как-то такое покупала. Дальше здесь йогурты. Вот такие домик в деревне с вишней и с клубничкой. Сметанка, как обычно, 15%. И здесь еще купила вот сгущенку и вот такую еще. Это, кстати, у меня муж очень любит. Может быть, я еще сделаю орешки. Ну, печенье-орешки такие, знаете, да. Вот, так, дальше творог, еще пискаревские две упаковки. Я, кстати, не люблю молочные продукты, но вот иногда бывает со свежими ягодками, например. Почему нет? И здесь масло, такой пышка, это мне для выпечки. Он взял, я попросила взять какой-нибудь. Вот какой я нашел, такой взял. Да, и еще взял вот такое масло. Говорит, должно быть вкусно. Ну, не знаю, посмотрим. Тоже у меня, кстати, муж любит. Это, знаете, такой вкус детства, да, масло шоколадное. Вот. Здесь еще всякие колбасы у меня. Кетчуп. Вот такой в этот раз взял. Лентовский надо попробовать. Вот в такой упаковке, по крайней мере, я никогда не пробовала. Попробуем. Шпроты. Тоже лентовские масли. Две упаковочки. И колбаса вареная. Папа может. И вот такой европейский сервелат Останкино. Тоже попробуем. Сосиски. Вязанка сливочной. Нравится вязанка нам. И сыры. Сыр полутвердый, сливочный. Со вкусом топленого молока. Целую вот такую головку взял. И еще вот такой адыгейский сыр. Я, кстати, не люблю вот подобные вещи. У меня очень любит муж. Поэтому вот он себе взял. Я вообще не понимаю. Не знаю, не нравится мне. И наггетсы еще взял. На всякий случай морозилку брошу. Одна, правда, у него в пакете помялась. Потому что он у меня всегда в пакет, знаете, так вот набрасывает по-всякому. Да. Так. Дальше. Здесь еще соки у меня. Мультифруктовый. А, нет. Апельсиновая манго. Вишневая черешня. И гранатовый сезон. Обожаю вот гранатовый сок. Вообще, очень люблю. Вот такую мужетельку деткам. Арбуз, дыня тоже. И хлеб. Тостовый. Батон нарезной лентовский. Нравится лента. Ну, выпечка у ленты. И хлеб, булка тоже. Столовый хлеб. Каравай. И вот такие роллы он еще взял. Я рулечки с сыром делаю. Ему нравится. Вот. И здесь еще у меня панировочные сухари. Вот такие лентовские. Я их храню, пересыпаю в баночку. И храню в морозилке. Ну, на всякий случай. Потому что покупают вот... Ну, лента вообще фасует вот в таком большом количестве. Стоит 63 рубля за 794 грамма. Почти килограмм. Ну, за раз я же столько не использую. Они очень хорошие. Очень мне нравятся. Без всяких там вот красителей и тому подобное. Я как раз снадится делаю. Пересыпаю в баночку и храню в морозилке. Замечательно хранятся. Не портятся. Ничего с ними не происходит. Класс. Так. Немножко побаловала нас конфетками. Вот такие конфеты Бонбон. Бонбон. Бонбонал. Да. Шоколадные. На 119 рублей. 300 грамм. Потом вот такие. Укус женщины. Наверное, название понравилось. На 182 рубля тоже. 300 грамм. И вот такие вот конфетки на 184 рубля. Это вот так называется. Essence. Вот с арахисом. Вот такие. Тоже должны быть вкусные. Чай. Соответственно, конфеткам. Липтон. Кстати, Липтон тоже любит мой чай. Мой муж. Вот такой чай. Мне больше нравится Greenfield. Не знаю почему, но мне кажется, Greenfield вкуснее. Вот. Ну, каждому свое, да. И вот такие вкусные штучки он набрал. Это у нас фокаччо с ветчиной оливками. 99 рублей стоит. Ну, вкусно. Лента вкусно делает подобные штучки. И еще вот такую булочку. 35 рублей. Это хлеб сицилийский с итальянскими травами. 300 грамм. Ну, тоже должно быть очень вкусно. И вот эти пампушки с чесноком, которые очень нравятся. Ну, и все мы, кстати, дети моим тоже с чесноком и зеленью. 93 рубля они стоят. Вот. Ну, это вкусно. Дальше смотрите, какой огромный. Мух какая-то. Смотрите, какой огромный арбуз. На 12 килограмм он получается 298 рублей. Ну, да, он 12 килограмм. Чуть-чуть побольше. По 24 рубля уже арбузы. Скоро они вообще будут по 15. Потом по 10 рублей. Вот такое. Вот такие длинные, кстати, они обычно сладкие. Ну, попробуем этот арбуз. Яблочки. Роял Галал. Яблочки у нас должны быть всегда. Наши еще пока не поспели. Поэтому, да. По 169 рублей. И вот он купил почти полтора килограмма. Бананы. На 42 рубля стоит. На 59 рублей. Ну, тут килограмм 300 получается. И черешня. Целый огромный мешок черешни. Лично для меня. У меня, кстати, ну, практически никто больше не ест. Ну, муж иногда со мной там немножко поест. Дети вот не особо почему-то. Ну, это все я съедаю. Да. 220 рублей. Ну, кстати, неплохая. То есть, она такая не очень мелкая. На 1,8 кг почти 2 килограмма. Буду питаться черешней. И здесь немножко овощей. Помидоры. Огурцы у меня есть. Мне привезла моя сестричка. По 63 рубля помидорчики. На 144 рубля. И баклажаны. Баклажаны тоже люблю. Значит, баклажаны грунтовые. 89 рублей на 127. Почти полтора килограмма. Так что, вот такая вот у меня получилась закупка моего мужа. Сейчас вам покажу чек. Продолжение следует. И вот сумма 10617 рублей. Скидка по карте 2,566. Так что, вот такая вот закупка получилась у моего мужа. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю. Целую. До новых встреч.